МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ботинки, туфли и прочая обувь подскочили в цене на 13% за год. Дороже всего пара кожаных обходится жителям Мангусталской области. В антилизерах также Туркистанский и Жамбулский регионы. А вот в областях ЖТСУ, Улытау и Акмолинской ценник изменился меньше всего. Оригинальный импортный товар со всеми вытекающими диктуют завышенные цены. Реплики же берут количество. Отечественным производителям сложно конкурировать с зарубежными коллегами, потому что в основном у нас рынок обуви, как правило, серый. Бренды, конечно, везут легальный товар. А так, масс-маркеты и торговые центры товар в основном завозится нелегально, то есть обходят уплату налогов в пошлин. Поэтому обувь под видом оригинала значительно дешевле, и она заполонила казахстанский рынок. Заметнее всего, за год подорожала детская обувь почти на 15%. Ценник в среднем начинается от 30 тысяч ценге. А вот стоимость женских сапог и туфель выросла на 13%. Мужская обувь обойдется чуть дешевле. На ценник существенно влияет импорт, причем его не отслеживают должным образом, нет контроля. Поставщики занижают себе стоимость товара. Если реально кожаные туфли стоят около 50 долларов, в накладной пишут 10 долларов, а растаможка идет и вовсе за 1 доллар. То есть обувь не заходит по своей цене. Серые сертификаты могут даже изменить наименование товара, завозить сапоги, а указать как балетки. Нашим предпринимателям выгоднее купить импортный, нежели произвести свой товар. В результате товар отечественного производителя дорогой, потому что есть сертификат качества, плюс сейчас сырье и рабочая сила подорожали. А импортный дорожает, потому что ему приписывают бренд и знак качества. Отечественные производители за 9 месяцев отшили 1,2 млн пар обуви. Из них кожаные 760 тысяч пар. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась всего на 4%. В Узбекистане отшивают 45 миллионов пар в год. В Турции за год производят до 800 млн пар. Они экспортируют на 70 млрд долларов, а у нас цифры совсем другие. И там, и там производители защищены от контрафакта, от серого рынка. Наши ранее не были защищены, только с введением обязательной маркировки обуви рынок будет очищаться от контрафакта. Отечественные производители нуждаются в защите, господдержке и соответствующей технологической базе. У нас нет грамотных специалистов по обуви. Кужевинная промышленность Казахстана в текущем году пробуксовывает. По сравнению с прошлым годом производство шкур КРС снизилось почти на 56%. При этом экспорт необработанного сырья вырос на 73%. Главный покупатель – Россия. Это по факту. До встречи.